Приветствую вас, мои дорогие Овны. Давайте вместе с вами посмотрим сегодня, что вас ожидает на август месяц, на начало месяца, на середине и на конец месяца. И в конце мы возьмем карта совета, посмотрим, что вам высшие силы подсказывает, что вам высшие силы подсказывает для того, чтобы вы обращали внимание или что-то, ну, как бы остерегались или поменяли. И если вы готовы, давайте мы начнем вместе с вами. И первая карта на начальном месяце у вас выходит карта умеренности. И карта умеренности показывает то, что это самое, то, что вы должны как бы контролировать. То, что даже если касается каких-то отношений, там, каких-то вот в работе, вы должны как бы успокоить, вот оставить вот время, чтобы так это, ну, медленно как вот контролировать, что-то как бы вы, здесь еще как-то карта говорит то, то, что вы как бы хотите чего-то, но вы как будто вы пока думаете, пока вы как бы, ну, пока не спешите вот это. Давайте мы посмотрим следующую карту, и мы точно узнаем то, что нам подсказывает, чего касается. Ну вот, здесь касается вот тема, то, что это для кого-то, то, что я могу сказать, то, что это может быть какие-то измены, вот то, что тема, и вы как будто знаете даже то, или даже какая-то правда, или то, что кто-то вот как будто уже какие-то измены уже произошли, и вы уже как будто контролируете вот ситуацию, вы как будто ждете вот, что вас ожидает, что будет, как вот время пройдет дальше. Следующая карта мы посмотрим. Это у нас императрица. И, конечно, вот то, что вы сделали, то, что вы посели, то и пожмете. Конечно, если вы что-то хорошее сделали, то вы получите хорошее, если вы что-то плохое сделали, это то, что тоже получите. Это все зависит, какая ситуация и как, но вас показывает то, что вы у вас, может быть, для кого-то, это если касается отношений, может быть, если для женщины вы как будто узнаете какую-то правду, где для вас будет это болезненно. Вы как будто вот на начальном месяце вам потребуется вот это самоконтроль, вот то, что внутренний самоконтроль для того, чтобы это. Следующая карта у нас на начало месяца. Королева кубков. И вот здесь точно показывает для кого-то, я могу однозначно сказать, что это касается отношений, потому что здесь как будто вы будете должны контролировать ваше самочувствие, то, что внутреннее, вот это ваши эмоции, ваше то, что выходит. И, конечно, вы должны знать то, что вы как бы, даже если случится вот эта измена, вы как будто должны будете вот вести себя вот как императрица, вот как вот, ну, значит, если так случилось, так должно вот это быть. Следующая карта у нас на начальном месяце, это вот четверка кубков. Но здесь показывает то, что высшие силы на вашем стороне, высшие силы вам помогут. Даже то, что как будто они дадут вам время для того, чтобы вы обдумали, чтобы вы начали чего-то. Здесь даже может показать, то по королевой кубке, ваша мудрость может показать то, что вы как будто как женщина мудрая, вот вы будете контролировать вот ситуацию, вот то, что вот в начале месяца. Давайте мы посмотрим. Следующая карта у нас, что подсказывает на середине месяца. И середина месяца у нас это выходит карта Десятка Пентаклей. И, конечно, вот если я могу сказать, для кого-то это может касаться даже отношений длительные, или даже если касаться вот работе, вот если в работе вот это, то как будто вы будете, знаете, ваше благо, вот она есть, вот на середине месяца, если как будто, если вы будете, даже здесь показывает, если вы будете контролировать ситуацию, которая у вас есть, у вас будет благо, у вас будет стабильность, у вас вот даже то, что вот выходит это начальством, то, что разбито, то, что вы узнаете какую-то правду, то все-таки вы на середине месяца вы контролируете вот ситуацию, вы как будто оставляете вот ситуацию так, как она есть. Следующая карта у нас здесь, смотрите, здесь может даже касаться больше для меня то, что на данный момент идет информация, может идет для кого-то, где касаться даже не то, что работе, здесь больше отношений, больше стабильные. Здесь для кого-то именно август месяц, это для вас как будто решающий вопрос, как будто семья, отношения, где вот здесь это не здесь, когда вы встретились, повстречались месяц и все. Нет, здесь длительные отношения, где как будто у вас будет, вы узнаете вот правду, то, что вот как бы какой-то мужчина, вот может, ну даже вот треть, ну какая-то измена произошла. Следующая карта у нас на середине месяца для вас, мои дорогие овны, сейчас мы посмотрим, что у вас выходит. И вот, висят камечей, но радуга, даже то, после чего, даже то, что у вас произойдет в начале месяца, у вас все-таки радуга над головой будет. Она у вас все-таки, знаете, вот после, всегда после дождя выходит радуга. Вот и здесь тоже касается вот для кого-то, где, ну, узнали чего-то, то, что для вас неприятно, то вы как будто вот на середине уже месяца, вы как будто начнете вот, вот даже то, что, как бы, ну, постарайтесь так, чтобы, ну, получить вот даже то, что, то, что на данный момент у вас будет, как вот на середине августа, то вы как будто оставите то, что есть оно. Вот как бы вы будете рады вот то, что у вас происходит. Для кого-то еще могу сказать, что у кого были отношения, где были измены, где, ну, женщина, вот здесь может, это тоже такая информация одна, вот эта самая, как будто уже на середине у нее появится какой-то мужчина, где ее сделает счастливой, где они будут вот счастливы, как будто какой-то даст ей, как будто какой-то стабильности. Вот, карты летают. Посмотрим, следующая карта на середине месяца для вас. И вот, туз мечей, вы сами вот здесь вот и показываете, я вам вот покажу, вот королева кубка и туз мечей. Здесь все зависит от вас. Вы на данный момент, вот на середине августа, у вас вы как будто хозяйка вашей жизни, хозяин вашей жизни. То, что вы, вы решите быть там или не быть, остаться в этих отношениях или уйти из этих отношений. Вот, следующая карта у нас на середине месяца. Мы сейчас посмотрим, что у вас. Да, рыцарь мечей, вы будете бороться. Вот здесь как будто у вас высшие силы дают время, для того, чтобы вы обдумали, для того, чтобы вы боролись. Вот даже вот боролись отсечь, даже если касаться здесь, какое-то благо, даже в каких-то, ну, в какой-то работе, даже если у вас какая-то работа есть, если у вас вот как будто вам дается время, вот для того, чтобы вы боролись, для того, чтобы вы понимали, что вам нужно. Следующая карта у нас на конец месяца августа для вас, мои дорогие и овны, выходит. И это король жезлов. Король жезлов, это показывает для вас, если это для вас мужчина, показывает ваше благородство. А если для женщины, здесь как будто в конце, вот у вас уже в середине, как будто после того, что вы узнали, вот начало месяца, как будто уже в середине вам дается возможность, как будто вот у вас в жизни появится какой-то мужчина, мужчина вот благородный, где вот, знаете, вот этот мужчина, который может вам помочь, он как будто может вам дать какой-то стабильности, здесь даже тоже показывает. Следующая карта у нас на конец месяца, это Паш Жезлов. Паш Жезлова здесь у нас показывает, если вы будете прислушать, здесь может даже будет нужно прислушиваться к какому-то мужчине, где вам будет какая-то помощь, где будет то, что вы как будто... Здесь можно даже для кого-то показывать, может обращать внимание на чего-то, может люди, которые вокруг вас, могут подсказать, может там это вам какой-то совет. Вот здесь может быть даже какая-то женщина может тоже сказать вам, какой-то мудрой женщине подсказать, как вам правильно сделать для того, чтобы вы убрали чего-то из вашей жизни. Но это все зависит, кто-то вам может подсказать какой-то совет дать, Но все-таки все здесь вот зависит от вас, потому что вы решаете вот на середину месяца, вам показывает, что вы должны как бы сами решать. Даже то, что если вам, вот контроль-то есть, он как бы контролирует здесь вот, но все зависит от вас. Следующая карта у нас на конец месяца, это двойка мечей. Двойка мечей вот и показывает, почему показывает и тут мечей, все зависит от вас. Вы как будто должны, даже если касается каких-то рабочих моментов, вы должны сами вот закрыть. Вы как будто должны закрывать чего-то, вот то, что вот как будто чего-то ваше должно уйти и вот открыть. Вот поэтому и дается возможность обдумать у вас. Следующая карта на конец месяца для вас, мои дорогие овны. И вот отшельник. Вот, отшельник тоже показывает, что вы будете уже в конец месяца уже искать чего-то нового для вас. Чего-то, что вам как бы, ну, то, что как бы не было в вашей жизни. Как будто у вас будет вот та время, когда вы будете одиноки и, ну, искать. Вот вам нужно чего-то даже, если это касается работы, как бы, ну, будете искать какую-то новую работу. Вот вам дается это время для того, чтобы даже прислушиваться к какому-то мужчине, для того, чтобы вы закрыли чего-то в вашей жизни и вот искать чего-то нового. И, конечно, мы возьмем сейчас карта совета и посмотрим, что вам высшие силы подсказывает вот в конец месяца. Вот, верховный жрец, верховный жрец показывает то, что вы должны верить в себя, вы должны верить в ваших сил. Здесь могут быть какие-то духовные наставники, здесь могут показать, вот, высшие силы даст вам такого мужчину, вот, где вы должны прислушиваться, вот, его совета. И вот, как бы, вы должны понимать, что вам дается вот мудрый совет, где вы должны, как бы, решать. Вот вам дается вот эта возможность, вот, вам помогает высшие силы, но вы, как бы, сами должны решать. Если вам нужна, вот, личная помощь, тогда вы обращайте по номеру телефона, который указан на экране.